Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз. Телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке завода кровельных материалов Кровельный центр. Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Топыз. Телефон 947-500. Срок уплаты налога на имущество и на землю с физических лиц истекает 1 октября текущего года. Управление государственных доходов напоминает актюбинцам, что необходимо заплатить налоги на имущество. Если не произвести оплату вовремя, то, подчеркивают специалисты, на сумму налога будет наложено пеням. Есть газопотребляющие сети. Это сети те, которые, допустим, даже предприятие или частник протянул себе сам. Актюбинские фирмы, обслуживающие системы газоснабжения, обвиняют КАЗ, Трансгаз и МАК в недобросовестной конкуренции. Участники утверждают, что монополист угрожает их клиентам, заставляя последних разрывать старые и перезаключать новые договора, но уже с ними. Здесь с переходом на летнюю форму одежды. Сегодня в департаменте полиции Актюбинской области прошел строевой смотр. Молодые сотрудники департамента полиции сегодня клялись служить родине и честно выполнять свой долг. Принятие присяги состоялось в рамках традиционного строевого смотра. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Коротковременные дожди с грозами на юге и западе республики ожидаются с 11 по 13 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». На западной области начали смещаться атмосферные фронты с европейской части России, с которыми 12 апреля местами начнутся дожди. Температура воздуха, предстоящий трое суток ожидается на 3-6 градусов выше средних многолетних значений, говорится в информации. Горожанам стали приходить квитанции о долгах по налогам с формулировкой «долги прошлых лет». Сегодня специалисты Управления государственных доходов поспешили успокоить актюбинцев, заверив, что беспокоиться по данному поводу вовсе не стоит. Главное, говорят специалисты, вовремя оплатить налог на имущество и земельный налог. Срок уплаты налога на имущество и на землю с физических лиц истекает 1 октября текущего года, в связи с чем призываем налогоплательщиков уплатить налоги своевременно во избежание начисления пении. Управлением государственных доходов направлен список через единый платежный документ в АО «Казпочта». На сегодняшний день приходят налогоплательщики с вопросом, почему в уведомлениях указаны примечания долги прошлых лет. Просим налогоплательщиков не пугаться. Если в уведомлениях не указана пеня, значит сумма основного налога является текущим платежом со сроком уплаты 1 октября текущего года. Октюбинские фирмы, обслуживающие системы газоснабжения, обвиняют КАС «Трансгаз» Аймака в недобросовестной конкуренции. Частники утверждают, что монополисты угрожают их клиентам, заставляя последних разрывать старые и пересключать новые договора, но уже с ними. В проблеме пытались разобраться представители комиссии по защите прав предпринимателей. Как рассказали обратившиеся в палату предпринимателей, бизнесмены сейчас существуют разделения на газораспределительные и газопотребляющие системы. Первые безраздельно принадлежат КАС «Трансгаз» Аймака, вторые проводятся уже непосредственно до потребителя. Спор возник вокруг обслуживания последних. Как говорят частники, монополист старается выжать их из уже этой ниши услуг газоснабжения. Делается это под предлогом обезопасить потребителей. Работники КАС «Трансгаз» Аймак проводят проверки и приемки объекта. При этом, со слов руководства мелких компаний, процесс одобрения искусственно затягивается. Есть газопотребляющие сети. Это сети те, которые, допустим, даже предприятие или частник протянул себе сам. Он имеет право, значит, у нас есть специализированные организации, которые имеют аттестат, он может заключить с ним договор, они у него принимают, они же его обслуживают. Но здесь монополист говорит, нет, я вам газ не дам, пока я сам не приму. Как рассказали специалисты Палаты предпринимателей, углубленно изучив проблему, главный недочет в том, что в законах об обслуживании газовых сетей есть нормативы о том, как и кто должен принимать распределительные сети. Но не говорится ничего о сетях потребительских, с которыми и работают мелкие газовые компании. Представители комиссии по защите прав предпринимателей предложили обратиться в президиум Нацпалаты, чтобы устранить пробелы в нормативах. Мы хотим предложить, раз у них есть лицензия, раз они аттестованы, специализированы, значит, вот это за все хозяйство будет нести ответственность они. И тогда не надо Кастрансгаз Аймак там уведомлять, в течение двух дней ждать, они там согласуют, не согласуют. По закону принимать должны мы, утверждает в руководстве газового монополиста. Если Кастрансгаз Аймак не будет проверять и контролировать газовые сети, то при развале мелких компаний трубы, за которыми они были закреплены, станут бесхозными. Никто не будет за ними смотреть, а это уже прямая угроза для безопасности потребителей. Такова линия защиты монополистов. Заключили договор физлицо или председатель данного коллектива, от лица, от всех жителей получается данного коллектива, заключает договор СТО монтажной организации, потом монтажная организация делает проект и все, без никакой экспертизы. Собирались представители прокуратуры, ГАСК собрали, всех собрали. И все единогласно сказали, пожалуйста, проходите экспертизу, как и все. Антимонопольщики склоняются к тому, что Кастрансгаз Аймак просто оправдывает свои методы недовросовестной конкуренции, но ничего сделать не могут. Мы готовы работать в этом направлении, но все вот это вот сказанное пока остается только сказанным. Нет никаких документов. Мы видим, что Аймак не конкурент этим. Они дают аккредитованные предприятия, список всем. Один раз мы разбираемся, всех список дают и потребитель сам выбирает. Пока это всего лишь слова недовольных глав частных газовых компаний. Конкретных заявлений от потребителей о давлении со стороны монополистов еще не было. А значит и приструнить главного поставщика голубого топлива пока не за что. Антон Пережогин, Мерлана Манжолов, программа «Факт». В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения и преступлений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ с 10 апреля на территории республики проводится акция по выкупу у населения огнестрельного незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За добровольную сдачу предметов у оружения предусматривается выплата в размере от 10 до 100 мрп. Сегодня в нашей области стартовала акция по возмездному выкупу незаконно хранящегося оружия у населения. Любой желающий, если у них есть дома незаконно хранящееся оружие, могут прийти в любой отдел полиции и сдать данное оружие. Лица, которые сдавшие оружие, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. В прошлом году правительством в нашу область было выделено порядка 5 млн тенге для проведения данной акции. Эти деньги были освоены в течение двух месяцев. Также дополнительно с республиканского бюджета также выделялись денежные средства. В этом году также выделяется 5 млн тенге. В связи с переходом на летнюю форму одежды в областном департаменте полиции прошел строевой смотр личного состава. Участие в нем приняли более 300 сотрудников. Руководители подразделения проверили состояние форменного обмундирования, соответствие служебных удостоверений, выправку и внешний вид стражи порядка. В связи с переходом на летнюю форму одежды сегодня в департаменте полиции Акчубинской области прошел строевой смотр с участием ветеранов органов внутренних дел. Также молодые сотрудники приняли присягу. На построение особое внимание уделялось соответствию форменной одежды нормам устава. Также проверялись служебное удостоверение. Было отмечено, что каждый сотрудник полиции должен соблюдать правила ношения форменного обмундирования, а также знать все основные законы, касающиеся компетенции МВД. По внешнему виду представители органов внутренних дел и его строевой выправки и поведению граждане судят о полиции в целом. Обращаясь к личному составу, замначальника департамента Асхат Килимбердин напомнил о том, что одним из основных критериев оценки деятельности полиции является уровень доверия граждан, и внешний вид играет в этой задаче не последнюю роль. Опрятный внешний вид, корректное поведение с населением, визитная карточка полицейского, в ходе осмотра молодое пополнение органов внутренних дел приняло присягу. Молодые сотрудники полиции поклялись служить на благо Родины. Среди них участковые инспекторы и сотрудники ДПС. Отметим, подобные осмотры проводятся дважды в год, весной при переходе на летнюю форму одежды и осенью при переходе на зимнее обмундирование. Досрочные выборы президента Казахстана необходимы для дальнейшего укрепления легитимности власти и обеспечения стабильности в стране, заявил первый президент Республики Казахстан Нарсултан Назрыбаев, пишет КАСТАК. Вчера Касамжумар Такаев, используя свое законное право, подписал указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана. Теперь нам нужно провести съезд партии, на котором следует выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента страны. Аппарат партии должен оперативно провести всю необходимую работу по подготовке съезда. После выдвижения нужно организовать работу общественного избирательного штаба кандидата от нашей партии. Этой работой займется мой первый заместитель Моулен Ашимбаев, цитирует Назарбаева и его пресс-служба с совещанием с участием руководителей структурных подразделений Центрального аппарата партии Нуратан. О других событиях нашей страны и мира вы узнаете из следующего видеообзора. Сегодня по инициативе Германии должны состояться закрытые консультации по ситуации в Ливии, за которыми последует заседание Совета безопасности ООН. Предполагается, что выступит специальный представитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе. Он расскажет о текущей ситуации. ООН настаивает на немедленном предоставлении гуманитарного доступа к мирным жителям. ВОЗ со своей стороны сообщает о десятках погибших, в том числе и среди гражданского населения. Подразделения под командованием халифы Хафтара ведут бои на западных подступах к столице страны, где находится правительство, признанное международным сообществом. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по позициям шиитской группировки «Ансар Аллах» в столице Йемена Сани. Всего было нанесено пять ударов, два военных грузовика были уничтожены. Формирование «Ансар Аллах» фактически контролирует большую часть Йемена в 2015 году. Монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали военную операцию боря решимости против этой группировки. Новые акции протеста охватили Алжир после назначения с выполняющим обязанности президента спикера Сената Абделькадера Бенцалеха, соратника теперь уже бывшего главы государства Абдельазиза Бутерфлики. Сам Бенцалех настаивает, что лишь выполняет требования закона. Бенцалех имеет право находиться в должности главы государства не более 90 дней. За это время он должен организовать досрочные президентские выборы. По оценкам Франс Пресс, в демонстрациях на улицах столицы участвуют несколько тысяч студентов. Для их разгона полиция применяет слезоточивый газ и водометы. В Израиле подводят итоги парламентских выборов. По последним данным, партия Ликут и объединение Кахоль-Лаван получили в парламенте по 35 мест, набрав по 29% голосов, другие набрали меньше 10% голосов каждое. Ранее лидер партии Ликут, действующий премьер-министр Израиля Бенемин Таняху и его основной конкурент генерал Бенни Ганс, идущий от объединения Кахоль-Лаван, синхронно заявили о своей победе. В истории Израиля ни одна партия не получала в парламенте страны абсолютное большинство. Политологи отмечают, что после выборов победителю необходимо будет провести переговоры с более мелкими партиями для формирования правящей коалиции. Венесуэла покинет организацию американских государств. Выход намечен на 27 апреля. Каракас считает, что действия организации вредят стране и продиктованы Вашингтоном. В заявлении отметили, что Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США. Ранее организация американских государств признала соратника Хуана Гуайда новым представителем Венесуэлы при организации. Каракас назвал такие действия давлением на страны-участницы организации. Тело пропавшей два месяца назад девушки найдено в Алматинской области. Сегодня в ходе организованных поисковых мероприятий в одном из шлюзов водного канала в Ильийском районе в лес села Междуреченск обнаружено тело Анастасии Галеевой, числившейся пропавшей без вести с февраля текущего года, сообщили дорожной полиции региона. Отмечается, что девушка опознана родственниками. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Ожоги стоп получили четверо пострадавших при порыве теплотрассы в Алматы, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения. Также отмечается, что состояние пациентов на данный момент стабильное, в реанимации они не нуждаются. Как сообщалось ранее, четверо алматинцев пострадали из-за прорыва изношенного трубопровода в тепломагистрале. Прорыв произошел сегодня на участке, проходящем по улице Пушкина, южнее улицы Толи-Би. Также повреждено семь квартир многоэтажного жилого дома и восемь припаркованных рядом с ним автомобилей. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Программную статью Руханежин Гру обсудили сегодня в филиале Ассамблеи народа Казахстана. В заседании приняли участие преподаватели, представители этнокультурных объединений и молодежь. Сегодня школьники встретились с бронзовым призером чемпионата мира по плаванию Шахан Жолдозбаев, победители первого этапа проекта «100 новых лиц Казахстана». Первая игра на центральном стадионе Ак-Тубе состоится не 14, а 27 апреля. Как сообщило руководство стадиона, спортивный объект пока не готов к проведению матчей на своем поле. Впервые в Ак-Тубе Грандиозное цирковое шоу из города Санкт-Петербург «Виват» Аттракцион с хищниками Львы и тигры – наездники Медведи – жонглеры Обезьяны – акробаты Аравийские верблюды Шотландские пони Экстримный лаженях на земле и в воздухе Купол цирка расположен на стоянке ТРК Кируэн-Сити Ждем вас всей семьей Партнер цирка – Ак-Тубе такси Лучшие такси в городе Ваш банкет еще шикарней в ресторанном комплексе «Салтанат Сарай» Разнообразное меню, роскошные интерьеры – идеальный выбор для любого торжества Выбирайте тронный зал на 400 гостей или французский зал на 250 Отдыхайте в праздники и в любое время в нашим папе или в караоке Ресторанный комплекс «Салтанат Сарай» Санкибе Батыра 76А Телефон 909-777 Анық көріп, тамаша көрінуе сізге взгляд оптикасы көмектеседі Науқан стилді көзілдірік жектемелері 500 тенге Көзілдірікке тапсырыс берсеніз компьютерлік диагностика тегін көрсетілері Линзалардың барлық тұрлері Вибақалды астигматикалық прогрессивті Тұрлі түсті контактілі линзалар бар Көзілдірік 15 минуттары салады Кез келген күрделіктегі жүндеу Өзіліссіз немалысыз Біз сіздерге қуаныштымыз Взгляд оптикасы Валиханып күшесі оцзекы Темыржол вақзалы айылдамасына Харамагарса Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем Программную статью главы государства ориентированную на возрождение духовных ценностей казахстанцев С учетом всех современных рисков и вызовов глобализации Рухани Женгру Обсудили сегодня в местном филе Ассамблеи народа Казахстана В заседании Совета общественного согласия при АНК Приняли участие преподаватели АРГУ имени Жубанова Представители этнокультурных объединений и молодежь У нас в Актюбинской области 18 этнокультурных объединений За нами стоят, как говорится, люди Которые идут, слушают, понимают, доводим, доносим И вот мы совместно, совместно, вот то, что сегодня создано То, что мы сегодня пользуемся, то, что мы сегодня улыбаемся, весело живем Это и есть вот тот труд, который мы в течение около 30 лет Несли на своих плечах с 95-го года Русултан Азербай в статье «Взгляд в будущее» Модернизация общественного сознания Отмечает, что культ образования должен быть всеобщим Основой модернизации является человеческий капитал И нужно ускорить создание собственной передовой системы образования Охватывающей граждан всех возрастов И наращивание потенциала нации Требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии Смысл Рухани Жангру именно в этом говорили сегодня собравшиеся С современной молодежи следует прислушиваться к старшим Уважать мнение сверстников, не торопиться с выводами Говорили сегодня и о философии прагматизма в казахстанском обществе О духовном согласии Сегодня прошла встреча учащихся средней школы номер 68 С победителем первого этапа проекта 100 новых лиц Казахстана Шаханом Жулдазбаевым Бронзовый призер чемпионата мира по плаванию Среди спортсменов с ограниченными возможностями Рассказал школьникам о своем жизненном пути И о трудностях, с которыми он столкнулся, но преодолел Инвалид-колясочник из Иктубе проводит в бассейне несколько часов в день В копилке спортсмена 12 медалей, одну из которых он привез с чемпионата мира по плаванию среди инвалидов в Берлине Правда, прежде чем стать чемпионом, молодому человеку пришлось победить себя Страшная авария, которая отняла ноги у юноши полного амбиций, только закалила дух Шахана Но трагедии планы на жизнь были совсем другими Школа, университет, переезд в столицу, государственная служба и большие цели, к которым он уверенно шел Своё будущее я связывал тогда с государственной службой, служили народу, приносили пользу Но со мной случился такой роковой случай Меня сбивает автомобиль на большей скорости Были очень тяжелые последствия этого ДТБ Помимо прочих переломов, у меня было куча переломов Но самое страшное, это был перелом шейного позвонка, позвоночника Это не единственное достижение Шахан Жулдазбаев, автор лучшего в регионе социального проекта «Пандус ОК», который предусматривает строительство объектов для людей с ограниченными возможностями Несмотря на свою прикованность к инвалидному креслу, мужчина развивается и ведет активный образ жизни В течение двух лет по области велась огромная работа То есть жители Октюбинской области знакомились с победителями 100 новых лиц Сегодня мы продолжаем эту работу не только в школах, высших учебных заведениях, средних учебных заведениях Также были выезды в районы Наша цель – показать молодежи, что независимый от национальности, от вероисповедания, от того, какой статус он занимает Он может внести вклад в становление и развитие нашего государства Сегодня на встрече с учащимися школы Шаханжул Дазбаев сказал, что главное в жизни – это желание Если оно есть, то даже инвалидное кресло не отнимет возможность жить, работать и приносить пользу обществу Амиры Таутенова, Сергей Калашников, программа «Факт» В Октюбинском областном историко-краеведческом музее в рамках программы «Рухани Жангару» прошла познавательная встреча студентов и представителей клуба «Шолпы» Темой встречи стали культурные традиции казахского народа На встречу были приглашены старожилы города, хорошо знающие старые традиции, ветераны, учителя-историки, члены Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана, члены Совета клуба «Шолпы», учащиеся в медколледже имени Маметовой и Октюбинского сельскохозяйственного колледжа Цель мероприятия, по словам организаторов, рассказать молодому поколению о традициях и принципах жизни кочевников, сформированных на протяжении веков, а также сосредоточить внимание молодежи на традициях, формирующих национальный характер, самосознательное и мудрость В областном мемориальном музее Героя Советского Союза Али Молдогуловой прошел вечер памяти мастер-пира, посвященный памяти известного октябинского журналиста Амира Уралбая. Родные и близкие писатели вспоминали о его интересной жизни, прочли отрывки из произведений для присутствовавших школьников, студентов, работников музея. Амира Уралбая, известный октябинский журналист и писатель, свою деятельность он начал в Мугалжарской районной газете, работал главным редактором газет «Октюбей» «Октюбинский вестник». За относительно короткий срок жизни, 49 лет, Амир Уралбая сделал многое, как и для нашей области, так и для всей страны. Его главным достижением считает руководитель общественного фонда «Косшинар» имени Алии Маншук-Голымжан-Байдербес «Повесть Алия», рассказывающая о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдогуловой. Это произведение было написано в честь празднования 70-летия со дня рождения советского снайпера. Амир Уралбая писал эту повесть несколько лет, изучал архивы и детали, чтобы информация о произведении была максимально достоверной. Музей вспоминает его как своего сотрудника, потому что он с нами вместе участвовал везде, прославлял героизм. Родные журналистов вспоминают о нем как о жизнерадостном и добродушном человеке. Он жил для того, чтобы служить своему народу и своей стране. Желал только одного, чтобы Казахстан процветал. Мой брат Амир Уралбая в жизни был жизнерадостным человеком. Он всегда гордился своим ремеслом, всегда трудился во влага своего народа. Он любил свой город, свою область и всегда относился к людям бережно и хорошо. Амир Уралбая был не только известным журналистом и писателем, но и питал страсть к спорту. Он отлично разбирался в футболе и много о нем писал для спортивных изданий. Был капитаном футбольной команды факультета журналистики Казгуа, а позже комментировал трансляции футбольных матчей с участием футбольного клуба Ак-Тубе. Амир Атаутенова, Сергей Калашников, программа «Факт». Игра пятого тура премьер-лиги между командами Ак-Тубе Атрау, запланированная на 14 апреля текущего года, не состоится на центральном стадионе Ак-Тубе, а в Костанае. Об этом региональной службе коммуникации сообщила директор центрального стадиона имени Кобланды Батры Гульнар Картанова. По ее словам, игры премьер-лиги продлятся до ноября текущего года, поэтому уже с первого матча необходимо принять меры по правильной эксплуатации поля. Криневая система газона еще слабая и может легко подвергнуться повреждению. Нам необходимо дать укрепиться газону. В связи с этим первая игра на центральном стадионе состоится 27 апреля текущего года между командами Ак-Тубе Тарас, подчеркнула Картанова. Между тем, сегодня в Костанае состоялся матч 1-8 финала Кубка Казахстана по футболу, в котором Ак-Тубе принимал Иртыш, сообщает Вести Киезет. Счет, встреченный в 17-й минуте, открыл колумбийский полузащитник Павлодарцев Рохер Каньес. На 27-й сравнял форвард Ак-Тубе Абата Имбетов. На 51-й минуте нападающий Станислав Лунин снова вывел Иртыш вперед, но на 64-й Амбетов оформил дубль и вернул ничью на табло. Со счетом 2-2 завершилось основное время матча. Игра перешла в овертайм, где в первые дополнительные 15-ти минутки защитник из Латвии Каспарса Дубра снова вывел Иртыш вперед. И снова Ак-Тубе сумел отыграться. На этот раз во втором дополнительном тайме благодаря голу хорватского полузащитника Хрвоя Миличевича. 3-3. В итоге исход встречи решили после матчевые пенальти, в которых точнее оказались футболисты Иртыша. Таким образом, Иртыш вышел в четвертьфинал, а Ак-Тубе завершил борьбу в Кубке Казахстана. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Если вы совершили покупку, а товар надлежащего качества вас не устраивает по цвету, по сону, марке, то вы вправе в течение 14 дней с момента передачи вам непродовольственного товара обменять товар на аналогичный товар или вернуть его. При этом необходимо сохранить платежный документ надлежащий вид товара. Местом обмена является место покупки товара или иное непредусмотрено договор. Байтерек, барлық орпақтардың байланыс символы. Байтерек мерамқанасындағы банкеттерде бұл байланыс одан әрі шындалсын. Жайлы залда барлық шақын туыстарыңыз бенбірге жейналыныз. Карауеке шағын залында жүректі әндерді шырқаныз. Жомарт тастарқанмен бөлісіңіз. Аталар мен немерелерді, меритой елерімен жаш байларды қыттықтаныз. Барлық плектер орындалады. Сіздерді байтерек мерамқанасында көтеміз.